Музыка Желтый плёс и голос женщины прощальный И шум порыстых берёз И первый снег под небом серым Среди погаснувших полей И путь без солнца, путь без веры Гоним их снегом журавлей Давно душа блуждать устала В былой любви, в былом хмелю Давно понять пора настала Что слишком придраки люблю Но всё равно в жилищах зыбких Попробуй их остановить Перекликаясь, плачут скрипки О желтом плёсе, о любви И всё равно под небом низким Я вижу явственно до слёз И желтый плёс, и голос близкий И шум порыстых берёз Как будто вечер, час прощальный Как будто время ни при чём Минуты музыки печали Не говорите ни о чём Здравствуйте Это знаменитое стихотворение Николай Рубцов Переложил на музыку композитор Лапзов К этим стихам, кстати, обращались Разные композиторы Такая вот песенная поэзия у Рубцова А прозвучали они В исполнении киноактера Владимира Ивашова Вот об этом актёре Не расстававшимся с гитарой И хорошей поэзией У нас сегодня и передача СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Над окошком Месяц Под окошком Ветель Облетевший Тополь Серебристый Светель Дальний плач Тальянки Голос Одинокий И такой Родимый И такой Далёкый Плачет И смеётся Песня Лиховая Где ты моя Липа Липа Вековая Я и сам Когда-то В праздник С Позаранку Выходил К любимой Развернув Тальянку А теперь я Милой Ничего не значу Под чужую Песню Песню И смеюсь И плачу СПОК 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 Совет СПОК СПОК А ДАВНОВУК ЗА СПОК А Липа Песня Ничего не Телегов «Русское поле», кто только ее не исполнял. Но ведь именно Ивашов был первым ее исполнителем, когда она прозвучала в фильме «Неуловимые мстители», где он исполнял роль белогвардейского офицера и по сюжету пел ее. Необычно было уже то, что авторы вложили эту песню в уста белогвардейца. Счастьем и болью связан с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, русское поле, Сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля, То, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Не сравняться с тобой Ни леса, ни моря, Ты со мной, мое поле, Студит ветер в висок. Здесь отчизна моя И скажу, не то я Здравствуй, русское поле, Я твой тонкий колосок. Поле, русское поле, Эта песня была любимой у Владимира Ивашова. И она удивительно соответствовала каким-то его человеческим чертам, его привязанностям. Многие люди, знавшие его близко, ценили задушевность, отзывчивость, мгновенное стремление всегда прийти на помощь. Их поражала и его сугубо городского жителя любовь к природе, стремление чаще оставаться с ней наедине. Поэтому так близка была ему поэзия Николая Рубцова, одного из самых лиричных поэтов своего поколения. Меж болотных стволов красовался восток Огнеликий. Вот наступит октябрь, и покажутся вдруг журавли. И разбудят меня, позовут журавлиные крики. Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали. Широко по Руси предназначенный срок увядания Возвещают они, как сказание древних страниц. Все, что есть на душе, до конца выражает рыдание. И высокий полет этих гордых прославленных птиц. Широко на Руси машут птицам согласные руки И забытость болот, и утраты знавящих полей. Это выразят все, как сказания небесные звуки. Далеко разгласит улетающий плач журавлей. Широко по Руси предназначенный срок увядания Возвещают они, как сказание древних страниц. Все, что есть на душе, до конца выражает рыдание. И высокий полет этих гордых прославленных птиц. За свою жизнь Владимир Ивашов снялся более чем в 50 кинокартинах. Но для тех, кто его помнит, он навсегда остался Алешей Скворцовым из фильма «Баллада о солдате». Это было первое его появление на киноэкране. Он учился во ВГИКе в мастерской у самого Рома. И тут-то его и приметил режиссер Григорий Чухрай, пригласив на главную роль в фильме о юном солдате, подбившем фашистский танк и получившем 10 дней отпуска. И весь фильм был об этих днях, когда Алеша Скворцов едет домой, помогая встретившимся на его пути людям. И эта помощь фактически забирает все дни его отпуска с войны. Так что на встречу с матерью остаются минуты. И вся дальнейшая судьба Ивашова актера так или иначе была связана с этим образом. Он и воплощал в картинах героев с лучшими человеческими качествами, за что и любил его зрителя. А фильмов, повторяю, было много. Из одного из них и напомню вам песню Яна Френкеля, которая тут же перекочевала на эстраду. Для тебя, для тебя, для тебя. Самым лучшим мне хочется быть. Все земные пути я готов обойти, Все моря я готов переплыть. Ты поверь, ты поверь, ты поверь. Я сумею всем сердцем любя С неба звезды достать, Чтоб единственным стать для тебя, Для тебя, для тебя. Будет радость Ярче летних радуг И не злыми Сразу станут зимы Сколько было на земле любимых, Но сумею И я любить сильнее Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя. Мир прекраснее сделаю я Для тебя И рассвет, и зарю я тебе Подарю громче петь, Попрошу соловья Для тебя Ты поверь, ты поверь, ты поверь. Я сумею всем сердцем любя С неба звезды достать, Чтоб единственным стать для тебя, Для тебя, для тебя. Буду имя твое повторять Бесконечно, бесконечно. Буду слушать опять и опять Я слова твои Только вечной должна быть любовь Только вечной, только вечной А иначе зачем, а иначе зачем Столько ждать любви Для тебя, для тебя, для тебя Для тебя Самым лучшим мне хочется быть Для тебя Все земные пути я готов обойти Все моря я готов переплыть Для тебя Ты поверь, ты поверь, ты поверь Я сумею всем сердцем любя С неба звезды достать, Чтоб единственным стать для тебя, Для тебя, для тебя, для тебя Для тебя После окончания ВГИКа Ивашов числился актером Театра студии киноактера И когда не был занят на съемках Участвовал в спектаклях А кроме этого выступал с концертами Выходя к зрителям с гитарой В этой деревне В этой деревне огни Были годы Были годы Мои трудные, трудные Где ж не печали мои Скромная девушка мне улыбается Сам я улыбчив и рад Трудная, трудная Все забывается Светлые звезды горят Кто мне сказал, что в англе заметеленной Глохнет покинутый луг Кто мне сказал, что надежды потеряны Кто это выдумал вдруг В этой деревне огни непогашены Ты мне тоску не пророчь Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь Тихая ночь Ну и, конечно же, читал стихи, которых он знал множество Нарушим нашу музыкальную передачу Александр Сергеевич, наше все Если жизнь тебя обманет Не печалься, не сердись В день уныния смирись В день веселья верь Настанет Сердце в будущем живет Настоящее мыло Все, наверное, все пройдет И что пройдет, то будет мыло Однако же вернемся к песне При жизни Владимир Ивашов не записывал песни Об этом его увлечении знали близкие люди Да те зрители, что приходили на его выступления Но записанные на домашний магнитофон Они хранились в доме И благодаря его жене, актрисе Светлане Светличной С которой он и прожил всю жизнь Лишь сейчас воплотились в компакт-диски И недаром большинство песен И стихов из Рубцова Так близкого миру Владимира Ивашова Отцветет да поспеет На болоте морожка Вот и кончилось лето, мой друг И опять он сияет, мелькает Листопад за окошком Тучи черные вьются вокруг Заскрипели ворота Почернели избушки Закачалась над озером Нель Слышен жалобный голос Одинокой кукушки И не спит по ночам коростей Над притихшей деревой Скоро-скоро подружки В облаках полетят с ветерком Выходя на дорогу Будут плакать старушки И махать самолет Ах, я тоже желаю На просторное небо Ах, я тоже на небо хочу Но в краю незнакомого Будет грустный измен По родному в окошке лучу Жаль мне доброе поле Жаль простую избушку Жаль над озером старую Что ж так жалобно плачет На болоте кукушка Что ж кричит по ночам коростей Что ж так жалобно плачет На болоте кукушка Что ж кричит по ночам коростей Начались новые времена. Еще в самом начале 90-х Ивашов был востребован. Снимался в кино, а потом началась черная полоса молчания. И чтобы содержать семью, народный артист Владимир Ивашов пошел работать на стройку. Обострилась застарелая болезнь, и в марте 95-го Ивашов умер. Ему было всего 45. Не знаю, как у вас, но в моей памяти он так и остался тем Алешей Скворцовым из баллады о солдате, Готовым в любую минуту прийти на помощь другому. И напоследок, романс, который я очень люблю, поет Владимир Ивашов. Утро туманное, утро седое, Нивы печалые, снегом покрытые, Не хотя вспомнишь и время былое. Вспомнишь и лица давно позабытые, Вспомнишь и лица давно позабытые, Вспомнишь разлуку с улыбкою странною, Многое вспомнишь, родное далекое, Слушая говор колес беспрестанно, Глядя задумчиво в небо широкое, Глядя задумчиво в небо широкое, Когда-то она не пропускала ни одного эстрадного концерта. Самый музыкальный журналист Перми Александра Лаврова Писала смелые рецензии на выступления звезд, Невзирая на их величину. Ее статьи имели отклик не только у читателей пермской прессы. К мнению критика прислушивались Эдита Пьеха, Алла Пугачева, Ансамбль Песнеры и многие другие знаменитые певцы советской эпохи. В ее архиве немало историй о судьбах исполнителей и их песнях. Поэтому ей всегда есть что рассказать своим радиослушателям.